Кремлинам Умоляю, станем остерегаться вначале и избегать зла малого, Потому что из малого рождается большее. Кто во всяком грехе привык говорить, это еще ничего, Тут мало-помалу все погубит. Такая именно привычка говорить, это еще не беда, Ввела зло, открыла двери разбойнику, И не спровергла стены городов. Так и в теле усиливаются самые опасные болезни, Когда не обращено быть внимания на незначительное. Если бы Исаф не продал первородство, То не сделался бы недостойным благословения. А если бы не сделал себя недостойным благословения, То не дошел бы до того, что желал брату убийства. И Каин, если бы не возлюбил первенство, А уступил его Богу, То не занял бы второго места. Потом, занимая второе место, Он, если бы послушал совещание, То не совершил бы убийства. И опять совершив убийство, Если бы он обратился к покаянию. А когда призывал его Бог, Если бы не дал столь бесстыдного ответа, То не потерпел бы последующих несчастья. И если же жившие до закона, Такого нерадеяния, Мало-помалу погрязли в самой глубине зла, То помыслишь, что потерпим мы, Призванные к большим подвигам, Если со всей тщательностью Не будем обращать на себя внимание, И не угасим искры зла, Прежде нежели воспламениться целый костер. Например, ты нарушаешь клятву. Не только удерживайся от этого, Но перестань и клясться. Тогда первое сделается уже нетрудным, Потому что гораздо труднее Клянущемуся не нарушить клятвы, Чем вовсе не клясться. Ты привык делать обиды, Порицать и бить. Предпиши себе самому закон, Не сердиться и вовсе не кричать. Тогда вместе с корнем из торницы и плод. Ты похотлив и сластолюбив. Положи себе за правило Не смотреть на женщин, Не ходить в театры, Не любопытствовать на то же, Жуще относительно чужой красоты. Гораздо легче сначала Не смотреть на красивую женщину, Чем увидев ее и почувствовав вожделение, Усмеять вызванную ею бурю. Ведь подвиги вначале более легки, А лучше сказать, нам не потребуется бороться, Если мы не отворим дверей врагу И не примем семени порога. Потому и Христос определил наказание Всякому, кто смотрит на женщину бесстыдно, Чтобы избавить нас от большего труда, Повелевает изгонять противника из дома, Прежде чем он усилится, Тогда, когда легко можно его выгнать. Какая же необходимость принимать на себя Лишние труды и бороться с противниками, Когда возможно без боя доставить себе победный трофей, И прежде борьбы восхитить себе награду. И смотреть на красивых женщин Не такой большой труд, Как смотря на них усмирять себя. Лучше же сказать первое вовсе, И не может быть трудом, Но после того, как посмотришь, Бывает большая неприятность и беда. Итак, когда труд бывает меньше, Или даже вовсе не нужен, Бывает ни труд, ни усилие, А пользы больше, То зачем мы стараемся бегнуть себе В мужчину бесчисленных зол? Ведь не смотреть на женщину Не только легче, Но и дает более чистую победу Над возникающей отсюда страстью. Тогда, как тот, Кто смотрит на нее, Если иногда и освобождается от вожделения, То с очень большим трудом И с некоторой нечистотой для себя. Тот, кто не увидел красивого лица, Бывает чист от возбуждаемого им вожделения. А кто пожелал увидеть, Тот извратея помыслу, И тысячекратно сквернив его, Тогда только отвергает скверну по ухоти, Когда захочет отгнать ее. Потому и Христо, чтобы мы не пострадали от этого, Запрещает не только убийство, Но и гнев. Не только прелюбодеяние, Но и нечистый взгляд. Не только клятва преступления, Но и клятву вообще. Даже и здесь не устанавливает Меру добродетели, Но законив таковое, Простирается и далее. Отклонивши от убийства, И повелев быть чистыми от гнева, Он повелевает и быть готовным К перенесению зла, И приготовиться терпеть его, Не в той только мере, В какой желает злоумышляющий на нас, Но и превосходит ее В гораздо большей степени, И побеждать чрезмерность его неистерства, И с избыткой нашего любомудря. Он не сказал, Если кто ударит тебя в правую щеку, Перенеси равнодушную спокойствие, Но превосокупил, Чтобы ты должен подставить ему и другую, Говорит, Подставь ему и другую, Матфея 5,39. В этом и состоит блестящая победа, Чтобы предоставить ему больше того, Что он желает, И предел его злого желания Превзойти богатством своего долготерпения. Таким образом, Ты укротишь его бешенство, Из второго поступка Получишь награду за первый, И укротишь гнев его. Видишь ли, Что от нас всегда зависит, Чтобы не терпеть зла, А не от делающих нам зло. Или правильнее сказать, Мы сами имеем власть Не только не терпеть зла, Но даже испытывать добро. Особенно удивительно то, Что если мы бываем бдительны, То не только не подвергаемся обиде, Но даже от тех, Которые нас обижают, Получаем большее благодеяние, Ни чем от других. Кто-нибудь оскорбил тебя, Ты имеешь власть обиду Эту обратить для себя в похвалу. Если ты со своей стороны оскорбишь, То навлечешь на себя стыд, А если будешь благословлять Оскорбившего тебя, То увидишь, Что все присутствующие Восхваляют тебя и прославляют. Понял ли ты, Как мы, Если пожелаем, Получаем благодеяние От тех, Которые нас обижают. Это же можно сказать Относительно денег, Ударов и всего остального. Если за все это Мы станем воздавать противоположным, То как тем, Что потерпели зло, Так и тем, Что сделали добро, Слетем себе сугубо венец. И всякий раз, Как кто-нибудь пришедший Тебе скажет, Такой-то человек оскорбил тебя, И присутствие всех Постоянных уда Отзывается о тебе, То похвали обидчиков В присутствии говорящих. Таким образом, Если бы ты и желал отомстить, То можешь получить И удовлетворение. Все услышавшие, Хотя бы и были Очень неразумны, Будут хвалить тебя, А обидчика твоего Возненавидят, Как человека, Который лютее Всякого зверя, Потому что он огорчил тебя, Нисколько тобой не обиженный. Между тем, Как ты, потерпевший зло, Воздал ему добром. И таким образом, Ты можешь доказать, Что все сказано Тебе несправедливо. Как выражает досаду, Когда говорят о нем худо. Кто выражает досаду, Когда говорят о нем худо, Тот в своей скорби доказывает, Что сознается справедливости О нем сказанного. А кто смеется, То этим устраняет Всякое себе Подозрение В присутствующих. Итак, смотри, Сколько от этого Ты приобретаешь себе добра. Во-первых, Избавляющий от смущения И беспокойств. Во-вторых, Или лучше считай это первым, Если имеешь грехи, Очистишься от них, Подобно мытарю, Который великодушно Перенес обвинение фарисея. Сверх того, Таким упражнением Ты сделаешь свою душу Любомудрю. Услышишь от всех Бесчисленные похвалы, Уничтожишь Всякое себе подозрение По поводу сказанного. Если же хочешь И отомстить обидчику, То это последует В изобильной мере, Потому что Бог Накажет его за то, Что он сказал. А прежде этого Наказание И твое любомудрие Будет для него Как бы жестоким ударом. Ничто Обыкновенно Так не уязвляет Наших обидчиков, Как то, Что мы смеемся Над обидами Нам нанесенными. И как любомудрие Самые обиды Обращает для нас Во благо, Так следствием Молодушия Бывает совершенно Противное. И себя мы стыдим, И присутствующим Кажется виновным И в том, Что говорили о нас. И душу свою Наполняем смятением, И врага радуем, И Бога огорчаем, И число грехов Своих увеличиваем. Размыслив о всем этом, Будем избегать Бездны малодушия, Поспешим пристань Долготерпения, Чтобы и здесь Обрести покой Душам своим, Как предруг Христос, И достигнуть Будущих благ Благодатью Человеколюбиям Господа нашего Иисуса Христа, С которым Отцу и Святому Духу Слава, держава, честь Ныне и пресна И во веки веков. Аминь. Аминь.